Здравствуйте, уважаемые коллеги! Все чаще мы с вами получаем приглашения на различного рода конференции и форумы, в которых традиционным способом их проведения является, как правило, личное присутствие. Сама по себе потребность обмена опытом и его анализа, поиск новых решений в нашей деятельности всегда была, есть и будет для всех нас актуальной. Однако возрастающий объем наших задач, дефицит времени и ресурсов для участия обуславливают проблему повышения эффективности конференций, в которых мы принимаем участие. Мы знаем, наличие раздельных секций по направлениям проведения конференций оставляет зачастую участникам только одну возможность узнать результаты работы тех секций, в которых им не удалось присутствовать. Это ознакомится с тезисами и статьями в сборнике конференции постфактум. Существует более передовая практика размещения таких материалов до начала конференций, мероприятий или префактум. Но эта практика также не позволяет участникам побывать на всех интересных секциях вживую и несравнима с результатами реального выступления, в ходе которого обыденным является показ презентаций и других наглядных материалов, схем, медиа и т.п. Да, в последнее время стали применяться видеотрансляции, видеоконференции, с помощью которых можно в реальном времени наблюдать все происходящее. Недостатком таких трансляций является то, что они в основном носят пассивный характер, без возможности задать вопрос докладчику и получить ответ на него. И самое неприятное это привязка ко времени трансляции, то есть синхронность участия. Также общим недостатком или спецификой всех вышеперечисленных способов является достаточно жесткий регламент, в силу чего докладчик или сокращает время выступления, или некоторым участникам не всегда удается вникнуть в глубину содержания сложного доклада, задать свои вопросы и получить ответы на них. В целом результативность традиционных конференций подобного рода мероприятий, даже с учетом кулуарного, неформального общения, по разным оценкам и в зависимости от количества таких секций на ней, не превышает 40-50% по сравнению с однопоточной моноконференцией со свободным регламентом, что является, как мы знаем, крайне редким случаем. Таким образом мы наблюдаем классический случай неполной информационной определенности, в которой нас будет интересовать гипотеза ее устранения. В основе такой гипотезы мы можем отметить ту практику, которая наблюдается в частности в форме видеопреконференции, например, Виктора Николаевича Кухаренко, Украина, когда до начала конференции проводятся вебинары по некоторым докладам участников. Например, преконференция «Дистанционное образование в Украине-2013. Тенденции развития дистанционного обучения». Это открытые ресурсы. Такие предоклады проводятся в реальном времени и с записью. В то же время проведение таких вебинаров также требует синхронного участия большинства участников. А записи выступлений содержат значительное количество отвлекающих моментов. Это настройка, проверка связи, вопросы не по теме и так далее. Таким образом, терминологической новацией, о которой мы говорим, является предоклад, как заранее подготовленная видеозапись выступления докладчика, аналогично и лектора при проведении асинхронного обучения, которая размещается заранее, до начала мероприятия, конференции, занятия, и которая может структурно состоять из любого сочетания сцен показа докладчика, например, в полный рост, частично, вообще без показа, с голосом за кадром, а также медиаматериалов, то есть презентаций, графики, скринкастов или видеозаписей, действий на мониторе и других видеоматериалов. Целью моего доклада является показать решение задачи повышения эффективности проведения различного рода конференций, симпозиумов, совещаний, а также подготовки проектов сложных документов на основе методики и технологии массовых видеопредокладов, но с ограниченными средствами и с минимально необходимыми навыками для различных категорий участников. В качестве исходных теоретико-методологических позиций для достижения данной цели может являться философия и педагогика социального конструкционизма Выгодский, Бергер, Лукман, Джерджин и другие. Любое знание, включая самые разнообразные основополагающие представления о социальной реальности, образующие так называемый здравый смысл, происходит и поддерживается за счет социальных интеракций. Этот подход можно сформулировать также как получение более высокого личного результата любым участникам совместного процесса за счет активного вовлечения в него, нежели только при самостоятельном конструировании собственного успеха. Вот такое упрощенное понимание этой педагогики и философии. Кроме этого, представляет также интерес парадитма целостно-эволюционной интеллектуализации Букатова, Макросев и другие. Суть которой заключается в системной интеграции не только информационных потоков, но и знаний, теоретико-аналитических моделей, методик, процедур, механизм обучения и так далее. Говоря проще, в результате обеспечивается целостность процесса приобретения знаний в синтезируемой интеллектуальной технологии, как вложенной системой. В конечном счете, повышается эффективность решения актуальных задач социальных систем. То есть развитие любого элемента, триады, идея, методология, технология происходит за счет эволюционного развития самой парадигмы получения новых знаний. Какие задачи мы рассмотрим в этом докладе? Первая задача. Методические и технологические условия для подготовки предокладов. Вторая задача. Порядок подготовки и размещения предокладов. Третья. Способы повышения их результативности. И, наконец, четвертая задача. Направление совершенствования профессиональных компетенций профессорско-преподавательского состава в ходе асинхронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в условиях ограниченных ресурсов учебного заведения или организации. Однако давайте сформулируем постановку задачи повышения эффективности проведения подобных мероприятий на основе предокладов. Сразу оговоримся, что мы будем вести речь не о текстах, в которых практически невозможно представить медиаматериалы, а будем рассматривать только видеозаписи выступления докладчика до начала конференции. Хотя иногда предоклад понимается упрощенно и проводится в представлении только текстов, выступлений заранее. Таким образом, мы вводим первое условие нашей задачи. Поскольку видеозапись докладчика будет иметь эффект эмоционального, более глубокого восприятия его доклада по сравнению с обычным текстом. Следующим условием или ограничением нашей задачи предлагается обязательное и одновременное размещение стенограммы доклада, точнее самого текста публикации, без которой сложно представить себе наличие печатного сборника конференций, а с другой стороны является способом получения быстрого представления о содержании доклада без необходимости просмотра его видеозаписи. Это условие является логичным в силу того, что не все доклады могут быть интересны для всех участников с разным характером деятельности. Например, в конференциях, на которых рассматриваются вопросы развития дистанционных образовательных технологий, могут участвовать и администраторы системы, и организаторы учебного процесса, и преподавателей, и конструкторы электронных курсов, методисты и т.д., у которых интересы и потребности могут сильно отличаться. В то же время некоторые доклады, предположительно и этот, могут быть универсальными и представлять интерес для участника любого направления деятельности и нуждаются в ознакомлении с максимальным кругом участников. Следующим важным системным ограничением в постановке задачи будет являться ресурсные ограничения материально-технического плана, а также по уровню подготовки самого автора доклада. Предполагается, что каждый участник должен получить возможность наиболее простого для себя представления предоклада без привлечения посторонней помощи или же привлечения ее в незначительном объеме. Под минимальными материально-техническими условиями мы будем понимать наличие выхода в интернет, наличие веб-камеры с микрофоном, наличие программы для записи и обработки видео. Мы не уточняем технические параметры этих условий, так как условия могут считаться достаточно понятными для большинства современных пользователей информационно-коммуникационных технологий. Последнее условие наличия программы является сегодня необязательным, так как есть способы видеозаписи, обработки и размещения в сеть без наличия специального программного обеспечения, что действительно создает предпосылки для массового применения предокладов. В качестве предпочтительного программного средства можно предложить программу Camtasia Studio, которая имеет 30-дневный бесплатный режим неограниченного использования и стоит около 12 тысяч рублей. С помощью такой программы, например, можно использовать так называемый режим Chrome OK, который позволяет замещать фон любым контентом, включая видео, схемы и так далее. Дополнительно, эта программа позволяет осуществлять обработку и наложение звука, анимации, интерактивных элементов, что особенно ценно при подготовке учебного видео. Таким образом, постановка задачи может быть сформулирована следующим образом. Необходимо рассмотреть и предложить методические подходы, процедуры и технологию видеозаписи докладов участников конференций, а также лекторов в асинхронном обучении, которые гарантированно позволят до начала мероприятий просмотреть их участникам в отложенном времени, то есть асинхронно, получить представление о содержании докладов, задать вопросы и получить ответы от автора до начала и в ходе мероприятий, а также после их проведения, в целях исключения неучастия по причине невозможности физического присутствия на самих мероприятиях или части из них. Такую постановку задачи можно отнести к комплексному типу задач, поскольку она затрагивает вопросы экономики, речь идет о максимальном использовании затрат на проведение мероприятий, вплоть до их полного исключения при удаленном участии, управление обеспечивает работу участников, связано с вопросами применения информационно-телекоммуникационных технологий, методики определяет структуру и характер подготовки при докладах записи. В то же время в данном докладе параметрическая оценка указанных вопросов не предусматривается. К методическим аспектам подготовки и применения предокладов, исходя из опыта работы автора, в качестве рекомендаций можно отнести следующее. Предоклад в формате видеозаписи предлагается всегда сопровождать ссылкой на стенограмму или текстовую публикацию. Это связано с обеспечением максимального удобства для любого участника. Первичным при подготовке является текст выступления, который готовится до начала записи и по сути является тем телетекстом, который достаточно автору озвучить в авторском исполнении. Желание внести свои дополнения в ходе видеозаписи понятны, однако в этом случае не будет обеспечено совпадение с текстом стенограммы публикации статьи. Последующим шагом является подготовка или подбор презентации, графики, медиаматериалов, используемых в ходе предоклада. Порядок подготовки предоклада может быть двух видов, который выбирается самим автором, исходя из уровня своей подготовки, наличия и умения использовать программные средства, постобработки видеозаписи. Если автор не обладает такими возможностями, то он может воспользоваться бесплатными ресурсами для записи и размещения своего доклада, например, от компании ScreenCastOmatic на сайте screencastomatic.com. Порядок применения этого ресурса подготовлен и размещен автором этого выступления мной в открытом доступе техника записи лекции за 3 минуты в составе открытого учебного курса основы создания видео лекций для студентов. Особенностью этого вида записи является максимальное удобство, простота, возможность включать или не включать показ докладчик, добавлять простейшие анимационные эффекты, анимированные фигуры, тексты, изображения. Также есть вариант записи только камеры, то есть показа докладчика без схем. Этот вариант не требует никакой установки на компьютер пользователя и какого программного обеспечения. Позволяет результат размещать в любых социальных сетях, например, YouTube. Скачивать в виде файла. Апробирован на практике дистанционного обучения в Сочинском государственном университете. В частности, обучаемые представляют свои предоклады в отчетах по практическим занятиям в отложенном времени по отдельным дисциплинам. Пример задания студентки решения задач в Excel с помощью данного веб-сервиса представлен на экране. Второй вид с применением специального программного обеспечения требует большей подготовки, более трудоемок и требует наличия программного обеспечения. Требует умения его применять. Однако он обладает большими возможностями для создания эффекта живого присутствия, обеспечения наглядности и выразительности. Мы ограничимся упомянутым программным средством Camtasia Studio. Мой доклад подготовлен именно с помощью этого программного продукта. Рассмотрим основные методические и технологические особенности работы с ним. Наиболее интересный, но наиболее трудоемкий вариант это запись с применением эффекта хромакей. Это позволяет замещать зеленый или синий фон любым другим изображением, оставляя только вид самого докладчика. Наибольший зрительный эффект наблюдается при раздельной записи докладчика и медиаматериалов, используемых в ходе доклада. В этом случае могут быть рассмотрены два подварианта. Первый. Вначале записывается выступление, а потом подкладывается в кавычках демонстрационный материал. Второй подвид. Вначале записывается медиаматериал, скринкасты, графика, презентации, а потом сверху в кавычках записывается доклад автора. В этом случае можно добиться максимального приближения к лучшим образцам профессионального видео, которое можно наблюдать на телевидении. Здравствуйте. С развитием мирового хозяйства растет и постоянно проявляется влияние туризма и сферы гостеприимства как на мировую, так и на национальную экономику. Туризм превращается в крупную, самостоятельную отрасль национальной экономики, становится одним из субъектов мировых интеграционных процессов. По прогнозам Всемирной торговой организации темпы роста туризма Переходим к третьему вопросу нашей сегодняшней темы. Понятие статистической совокупности и единицы статистической совокупности. Признак и вариация. Статистический показатель. Итак, каждый элемент данного множества называется единицей статистической совокупности. Единицы статистической совокупности характеризуются общими свойствами, именуемые в статистике признаками. Так, туризмские предприятия... Всем добрый день! Мы приступаем к теме 1. Предмет финансовой математики. Вопрос 1. Финансовая математика – основа количественного анализа финансовых операций. Любая финансово-кредитная операция, инвестиционный проект или коммерческое соглашение предполагают наличие ряда условий их выполнения, с которыми согласны участвующие стороны. К таким условиям можно отнести следующие количественные данные. Денежные суммы, временные параметры, процентные ставки и некоторые другие дополнительные величины. Каждая из перечисленных характеристик может быть представлена самым различным образом. Например, платежи могут быть единовременными, разовыми или в рассрочку, постоянными или переменными во времени. Существует более десятка видов процентных ставок и методов начисления процентов. Время устанавливается в виде фиксированных сроков платежей, интервалов поступления дохода. Во всех вариантах, смотренных нами, автор может привлечь необходимых специалистов, а также может полностью сделать все сам, как, например, это делает автор этой публикации. Примеры таких самостоятельно подготовленных видео выступлений можно посмотреть в открытом доступе в указанной ссылке. Технические тонкости эксплуатации этой программы не рассматриваются в этом докладе, однако можно обратить внимание, что данный опыт касается не только преддокладов, но и вообще создания и применения учебного видео. Следует особо обратить внимание на трудозатраты создания преддокладов. По опыту автора, в случае записи выступления в наиболее простом варианте с помощью веб-интерфейса ScreenCustomatic Время насвоения способа записи не превышает в среднем 15 минут. Сам доклад в среднем готовится в соотношении 1 к 3, то есть на единицу времени доклада затрачивается около 3 единиц времени последующей работы. При применении второго способа подготовки, например, при помощи программы Camtasia Studio, затраты увеличиваются и могут составлять от 1 к 5 до 1 к 10. С учетом сформулированной постановки задачи, затраты на создание преддокладов полностью снимают вопрос доступности выступления автора, вне зависимости от местонахождения остальных участников, позволяют более глубоко изучать авторский доклад и провести его детальное обсуждение, позволяя значительно увеличить количество участников, многократность повысить эффект проводимых мероприятий. При исключительно удаленном формате проведения конференции это позволит свести до минимума затраты на аренду помещений, оплату проезда и т.д. Например, трудозатраты на подготовку этого преддоклада составили написание стенограммы или текста выступления 2 часа, размещение зеленой ткани 5 минут, запись лектора и применение эффекта хромакей 15 минут, постобработка, то есть начальная и финальная забивка, заставка, размещение видеоэффектов и анимации, формирование итогового видео, рендеринг и размещение записи в сети составили 45 минут. Кроме этого, время на освоение программы записи и видеомонтажа может потребовать около 2-3 часов, однако это является одноразовой затратой времени. Отдельно следует упомянуть о внешнем виде докладчика. Анализ зарубежного опыта показывает, и об этом часто упоминается высказывание зарубежных коллег в сфере электронного обучения, что он должен быть более демократичным, чтобы не давить официозом на слушателей, например, зарубежный лектор зачастую одет в футболку. Однако для российской практики общепринятым является деловой костюм и, по моему мнению, является универсальным дресс-кодом, приемлемым для любых категорий участников. Разумеется, предлагаемый подход распределенного во времени и пространстве процесса подготовки, представления и обсуждения в докладах не является абсолютно законченным с точки зрения социальной психологии, технологической, организационно-экономической реализации и требует дальнейшего обсуждения и развития. Также пока нет и точного его названия и наиболее предпочтительным вариантом, на мой взгляд, может быть когнитивно-продуктивная модель распределенного пространственно-временного взаимодействия на основе технологии отложенных видеодокладов или предокладов. Подведем выводы. Первое. Применение предокладов является на сегодняшний день относительно новым, но высокоэффективным способом научного обмена, а также создания учебного видео. Такая технология и способ организации взаимодействия в будущем значительно повышает потенциал самого научного взаимодействия и сам эффект распространения наиболее передовых достижений науки в массовую практику. Второе. Наличие резервов потенциальных возможностей веб-взаимодействия между различными учебными заведениями, а также поставщиками решений можно в значительной степени реализовать за счет асинхронных и смешанных технологий взаимодействия. И, наконец, третий вывод. Осознание полезности и применение предокладов является одним из наиболее эффективных способов продвижения авторских результатов, однако в то же время требует дальнейшего их обсуждения совершенствования всеми участниками профессионального сообщества. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok